МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Севастопольские врачи стабилизировали состояние 4-летней девочки из Запорожья, где ее ранило при обстреле. На улице Шостака завершается ремонт придомовой территории. Благоустройство проходит в рамках соглашения с правительством Москвы. Более 200 севастопольцев уже 4 года борются за законность автономных газовых котлов в своих квартирах. Теперь с них снимают деньги за центральное отопление, которого у них нет. Бороться и побеждать. В спорткомплексе Мусон в пятый раз прошло первенство Гагаринского района Севастополя под дзюдо. Из Ростова-на-Дону в Крым доставили гуманитарную помощь для жителей юга Украины. Самолеты военно-транспортной авиации прибыли на аэродром в поселке Гвардейское Симферопольского района. В каждом из пяти бортов Ил-76 по 20 тонн гуманитарной помощи. Самых необходимых товаров. Предметы первой необходимости, продовольствие, детские игрушки, предметы личной гигиены и другие необходимые товары для жителей Украины. Все товары расфасованы по коробкам и для удобства распределены по категориям. Гуманитарную помощь украинцам собирали жители Российской Федерации из разных регионов. Военнослужащим ее передали сотрудники МЧС. Они же доставят груз нуждающимся на автомобилях. Работают все быстро и слаженно. Разгрузка первого борта началась сразу после приземления, еще до прилета остальных. По данным Министерства обороны России, 40 тонн груза отправят в Мелитополь, еще по 30 тонн – в Бердянский энергодар. Параллельно ведется работа по снабжению гуманитарной помощи у жителей северо-восточной Украины, в частности, Харьковской области. Из Севастополя в Ростовскую область отправились фуры с 40 тоннами гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Предприниматели и горожане собрали для жителей соседних республик вещи, питьевую воду и продукты. Сам груз с жизненно необходимыми товарами доставит МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ну и то, что наши предприниматели тоже дополнительно смогли предоставить. Большая фура – это 20 тонн фактически воды питьевой, бутылированной, которая очень сейчас нужна. И еще 10 тонн автомобиля МЧС с различными товарами, продуктами и предметами первой необходимости, которые также востребованы. Поэтому в целом сейчас порядка 20 тонн товарной гуманитарной помощи, ну это продукты, предметы первой необходимости, и порядка 20 тонн воды. Помощь будет направлена в ДНР, ЛНР, а также села и города, которые находятся на грани гуманитарного кризиса. Сопровождать груз будут волонтеры из Севастополя. Кроме того, в городе продолжают оказывать помощь беженцам, которые приехали в город самостоятельно. Всего в штаб «Мы вместе» обратились 800 человек. Продолжаем работать, конечно же, и со сбором гуманитарной помощи, и с консультационной помощью людям, которые пребывают в Севастополе самостоятельно. Это жители ЛНР, ДНР, те, кто приезжает в Севастополь к знакомым, к родственникам. Не у всех есть возможность все-таки устроить себе временное место проживания. Ребята помогают, в том числе и помогали. Мы там подбирали какие-то временные квартиры, возможности расселиться. Напомним, в воскресенье на площади Нахимова прошла акция «Своих не бросаем». Севастопольцы приносили продукты питания, средства личной гигиены и товары первой необходимости. Севастопольские врачи оказали помощь 4-летней девочке из Запорожской области Украины. Она получила осколочные повреждения ног в результате обстрела. Маленькую пациентку доставили спецбортом Минобороны в Севастопольскую больницу номер 5, где есть отделение детской реанимации. Это первый ребенок с военными травмами, прибывший в наш город. 4-летняя девочка получила осколочные ранения ног при обстреле в Запорожской области 7 марта. В военном госпитале местные хирурги оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние ребенка. 9 марта девочку с семьей доставили бортом военной санитарной авиации в Севастополь. В 5-й городской больнице врачи обследовали маленькую пациентку, провели лабораторные анализы и необходимое лечение для нормализации состояния ребенка. Врачи отмечают, раненая девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Преимущественно у ребенка повреждены нижние конечности. Также у ребенка имеет место большая кровопотеря, обезвоживание, которые в течение лечебного периода, который она провела в нашем отделении, были успешно корректированы. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании, она дышит самостоятельно, она активно, она кушает, смотрит мультики. Она обезболивается сильнодействующими препаратами, потому что болевые ощущения при такой травме очень выражены. Консилиум травматологов, хирургов, нейрохирургов и реанимационные службы Центра охраны здоровья матери и ребенка Севастополя принял решение транспортировать девочку в российскую детскую клиническую больницу имени Николая Пирогова в Москве. В Москве непосредственно потребуется преимущественно работа ортопедов, травматологов детских, для того, чтобы провести необходимое оперативное вмешательство на сохранившиеся конечности и стабилизировать оскольчатый перелом и повреждение мягких тканей и попытаться максимально спасти конечность поврежденную, частично ампутированную. На реанимационном автомобиле из больницы маленькую пациентку доставили на военный аэродром Бельбек. Оттуда девочку бортом санитарной авиации транспортировали в Москву. Маргарита Борисенко, Севинформбюро. На улице Шостака завершается ремонт придомовой территории. Благоустройство проходит в рамках соглашения с правительством Москвы. Насколько качественно выполняются работы между домами номер 1 и номер 9, проверили председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Местные жители смогли указать на недочеты ремонта, которые будут устранены в ближайшее время. Основные работы, которые уже выполнены во дворе, это замена старого асфальта и бордюров, обустройство проходов к подъездам и водоотводов. Появилась хорошая дорога к мусорной площадке, завезен грунт для клумб. Однако у некоторых жильцов еще живы воспоминания о старом дворе. Повсюду ямы, лужи и общие впечатления запущенности территории. Ямы постоянно здесь же приезжали, колдобины не выехать было, особенно по дороге, ни дети, ни эти. Стояли лужи у нас здесь. Сейчас все ликвидировали, все сделали, все у нас асфальтировано, подъезд хорошо стал подходить. Благодарим администрации, что возле дома сделали. Дорогу у нас продлили к мусору, мы ходили по уши. Даже люди подтвердят. Несмотря на в целом положительную оценку проводимому ремонту, горожане отметили несколько нюансов. Где-то необходим дополнительный бордюр или ливневка. После нескольких подъездов жильцы попросили поставить поручни. Мы сегодня видим, что довольно-таки качественно и оперативно была сделана работа. Да, есть замечания, потому что есть вопросы в части понижения бордюров, как бы их логического завершения. Но это такая текущая деятельность, которую выполнит подрядная организация в рамках этого контракта. Соответственно, опять же, с людьми проговорили, чтобы свои предложения отразили в протокольных решениях, для того, чтобы комплексно уже завершить здесь благоустройство. Благоустройство придомовой территории проходит при постоянном участии местных жителей. Горожане сами предлагают скорректировать проект, а также могут контролировать ход строительных работ и оперативно исправлять недостатки. Такую тенденцию местные власти планируют продолжать и дальше. Мы выезжали сюда несколько раз. Вот сегодня как бы заключительный этап. Мы обычно выезжаем на стадии проектирования, вместе с жильцами проходим и смотрим, что нужно изменить в проекте, какие дополнения, какие изменения внести. Получился комфортный, благоустроенный двор с хорошим покрытием внутридворовых проездов, пешеходной зоны. Опять же, водоотводы красиво, хорошо сделаны. Так что, я думаю, жители получили хорошую, комфортную дворовую территорию. Завершить все работы планируют в течение двух недель. Благоустройство придомовых территорий проходит по всему району Стрелецкой бухты. Это улицы Ефремова, Ярошенко и Вакулинчака. Всего за прошлый и текущий год должно быть отремонтировано более 70 севастопольских дворов. 240 севастопольцев в пятый год не могут узаконить установленные в их квартирах индивидуальные котлы отопления. В борьбе за право ими пользоваться люди не раз обращались к властям города. Однако документы о законности и безопасности автономных газовых котлов получили лишь 27 человек. К тому же в конце февраля с банковских счетов стали списывать деньги – долги за предоставление услуг центрального отопления, которым они не пользуются. На этот раз севастопольцы вынуждены были выйти на пикет к зданию прокуратуры города. Под зданием прокуратуры Севастополя морозное утро собралось более 20 человек. Это лишь малая часть тех, кто уже несколько лет борется за право пользоваться теплом в своих квартирах. До 2018 года городские службы газового хозяйства и теплоснабжения не имели никаких претензий к установленным автономным котлам. Однако 4 года назад севастопольцам стали начислять задолженность за оплату централизованного отопления, а индивидуальные системы отопления признали незаконными. 240 граждан города Севастополя каждый в свое время в соответствии с регламентом, действовавшим на момент оформления документов, получил разрешение и установил у себя в квартирах систему автономного отопления, то бишь котлы. Со временем вся эта ситуация обрастала очень многими новыми постановлениями, местными законодательными актами. Сейчас севастопольцы должны предоставить акты законности и безопасности газовых котлов в соответствии с нынешним регламентом. В сентябре 2021 года люди обратились в правительство Севастополя. Тогда губернатор Севастополя поручил провести межведомственную комиссию, которая должна помочь горожанам. Была создана межведомственная комиссия при ДАГИ, то бишь Департаменте архитектуры и градостроительства. Это было сделано по инициативе властей города. Люди получили акты, и губернатор обещал, что пройдя эту комиссию, люди решат свои проблемы, о которых я сказала выше. Но тем не менее, получив эти акты, люди страдают материально. Однако в конце февраля Севтеплоэнерго началось писание задолженностей за централизованное отопление. За тот промежуток в несколько лет, когда автономные котлы отопления были вне закона. Тогда горожане обратились в Департамент городского хозяйства правительства Севастополя и встретились с Евгением Горловым. Но встреча не дала никаких результатов. Мы встречались с Горловым. Он... Я присутствовала на этой встрече. Он давал телефон свой, предлагал проверить его актуальность. Вот. Обещал, что этот вопрос будет решен. Ну, ничего. У одной из пострадавших, Натальи Заломаевой, долг составляет почти 60 тысяч рублей. Женщина не понимает, откуда появилась такая сумма. Наталья Заломаева перешла на систему автономного отопления еще при Украине. А в 2014 году получила официальные документы от Севтеплоэнерго, подтверждающие законность установки газового котла. Это Севтеплоэнерго подписала эти документы. Эти что, люди, которые подписывали, ставили печать, они что, были неадекватные? Или они, наверное, как-то не соответствовали своим действиям? А теперь с меня начали требовать и стали приходить начисления за несуществующую услугу отопления. Так давайте тогда с меня еще возьмите за горячую воду, которая не существует. В 2019 году Наталья Заломаева, как и многие севастопольцы, столкнувшиеся с такой же ситуацией, решила обратиться в суд. Женщине пришлось отдать всю свою пенсию за услуги юриста, чтобы доказать, что батареи в квартире отсутствуют. Однако постановление суда не утешило пенсионерку. Она проиграла процесс. А спустя два года начали списание от Севтеплоэнерго. 21 февраля в 20.38 у меня осталось на карте с пенсией 4 309 рублей. Они у меня исчезают в честь долга. В январе я пытаюсь записаться к врачу. У меня здоровье не очень хорошее. И тут я вижу, у меня судебная задолженность 58 тысяч. Мне уже это все. Понимаете, мне наложили, вчера получила письмо счастья, арест на имущество, на все, которое у меня есть. И пенсия опять пришла и сняли половину. Севастопольцы написали коллективное заявление, которое прокуратура Севастополя приняла в работу. С результатами проверки прокуратура Севастополя пообещала оснакомить редакцию телеканала НТС. Мария Олегина, Александр Устич, Севинформбюро. В Гагаринском районном суде прошло заседание в рамках громкой истории с обманутой севастопольской пенсионеркой. У женщины во время ее отсутствия в городе в буквальном смысле украли квартиру. Как оказалось, в деле есть и вторая пострадавшая сторона. Отнятая квартира перепродавалась по цепочке. И последний покупатель, также местная жительница пенсионного возраста, после вскрытия всей преступной схемы оказалась и без квартиры, и без денег. Покупая квартиру в 2019 году, жительница Севастополя и не подозревала, что спустя три года будет судиться со всеми, кто так или иначе участвовал в процессе купли-продажи. Пенсионерка увидела объявление на популярном интернет-портале, созвонилась с покупателем, заплатила деньги и стала обладательницей квадратных метров на улице Героев Бреста. Спустя несколько месяцев женщину выселили. Квартиру, как оказалось, несколько раз незаконно продали. Обманутая пенсионерка подала иск к продавцу, а также различным госучреждениям с требованием компенсации. Точку в деле поставил Гагаринский районный суд. Исковое заявление Борисенко Лидии Борисовны в взыскании убытков удовлетворить частично, взыскать с Маликова Олега Игоревича в пользу Борисенко Лидии Борисовны убытки в размере 4 миллионов 29 тысяч, судебные расходы на оплату экспертизы в размере 8 тысяч 647 рублей 20 копеек, судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 9 тысяч рублей. История с отобранным жильем по улице Героев Бреста началась в 2014 году. 70-летняя жительница Севастополя была вынуждена уехать из города, а когда вернулась спустя 5 лет, обнаружила, что квартира больше ей не принадлежит. Мошенники составили преступную схему, подделав документы и несколько раз перепродав недвижимость. В прошлом году суд признал всю цепочку перерегистраций недействительной, а квартира была истребована у последней собственницы. В суде последний владелец квартиры, пенсионерка Лидия Борисенко, доказала, что является добросовестным приобретателем и отсудила более 4 миллионов рублей за отобранное у нее жилье. Николай Кузнецов, Юрий Риутин, Севинформбюро. Вторая экспертиза публикации Андрея Маслова в социальных сетях показала нужный для ИСЦА, директора музея-заповедника Херсонес Таврический Елены Морозовой, результат. Новую рецензию ответчик и его адвокат получили в четверг 10 марта, в день очередного судебного заседания по делу. Эксперты из Санкт-Петербурга все-таки обнаружили в публикациях севастопольского режиссера слова, порочащие честь и достоинство руководителя музея. Напомним, первая лингвистическая проверка, которую также инициировала сторона Елены Морозовой, была проведена московскими специалистами, но они не выявили никаких нарушений в высказываниях Андрея Маслова. Началось удивительно, потому что ни моего доверителя, ни меня, никто, о вот этом сегодняшнем заседании надлежащим порядком не уведомлял. Кроме того, уже сегодня мы узнали, что пришли результаты повторной судебной экспертизы. Пролистав вот буквально в течение там трех-двух минут эту экспертизу, было понятно, что ее результаты, ее выводы кардинально противоположны первой экспертизе. Вторая экспертная оценка публикации севастопольского режиссера театра «Психо-дель-Арт» расписана на 40 страницах. В связи с этим представитель интересов Андрея Маслова Николай Скребец попросил у суда время, чтобы подробно ознакомиться с результатами заключения. Вторую экспертизу «Общество с ограниченной ответственностью индекс», то есть институт судебных экспертиз из Санкт-Петербурга. Все эти выражения, они признаны оскорбляющей честь и достоинство, деловую репутацию директора Херсонеса Таврической. Будем изучать и готовить свои возражения. Судебные тяжбы между директором музея-заповедника Херсонес Таврической Еленой Морозовой и Андреем Масловым длятся уже больше года. Севастопольский режиссер по-прежнему считает, что все попытки причислить его слова к оскорблениям – это пустая трата времени. Это было прогнозируемо, потому что истица, она будет до тех пор искать экспертизу, которая ее полностью не станет на ее сторону. Это невозможно, потому что там нет ни одного прямого оскорбления. Какие-то аллегории, какие-то литературные образы, какие-то метафоры. Как из этого, на этом можно строить обвинение? И длится это уже два года, театр абсурдный. Одно из главных его требований было, чтобы снесли определенные таблички. Ну, фейсбук пришел на помощь и радикально снес вообще весь фейсбук. Так что, как я могу снести то, что суд посчитает оскорбительным? Тем более, я так не считаю. Следующее заседание назначено на 15 марта. Оно состоится в Гагаринском суде Севастополя. Строительные леса у стен крепости Чембала демонтируют. О начавшихся работах сообщили в пресс-службе музея-заповедника Херсонес-Таврический. В конце января часть вспомогательных конструкций, которые были установлены еще 10 лет назад, обрушилась сама, чудом не повредив каменную кладку объекта культурного наследия. Это следует из заключения экспертной комиссии. Ансамбль крепостных сооружений не пострадал, однако было принято решение демонтировать леса полностью. Директор музея-заповедника Елена Морозова поспешила заверить, на устойчивость крепости оборудования никак не влияет. Ее обеспечивает само основание памятника истории. Она добавила, что сейчас сотрудники Херсонеса не могут приступить к реставрационным работам и привести крепость в экспозиционный вид. Все это из-за того, что в 2014 году документация по объекту была передана средом нарушений, и теперь актуальных данных не хватает. Однако будущее крепости Чемблов взволновало Министерство культуры России, и совсем недавно на объект культурного наследия приезжал эксперт ведомства, чтобы оценить состояние достопримечательности. По результатам этой оценки будет принято решение о выделении финансирования на первоочередные работы по консервации и реставрации самой крепости, а также создании безопасного и современного пространства для будущих посетителей. Пока же рядом с башней установят камеры видеонаблюдения и ограждения по периметру ансамбля, чтобы защитить объект от недобросовестных гостей, которые оставляют граффити и разбирают кладки на мелкие сувениры. Также для удобства работы с посетителями создадут входную группу. На рынок мобильной связи в Севастополе выйдет новый оператор. Амбициозный инвестиционный проект подготовила компания «Миранда Медиа», которая уже в этом году планирует запустить в городе около 300 базовых станций. Об этом информационному агентству ТАСС сообщила директор департамента цифрового развития правительства Севастополя Александра Осипова. Также она уточнила, что в текущем году планируется модернизация имеющейся инфраструктуры в городе. Так, в Севастополе построят 22 антенномачтовых сооружения в селах и 30 опор двойного назначения в городской черте. На них любой оператор мобильной связи сможет разместить свое оборудование. Александра Осипова отметила, что в 2014 году инфраструктура сотовой связи в Севастополе была частично утеряна, поэтому сложно понять, насколько сети были изношены и в каком объеме нужно восстанавливать инфраструктуру. Далее цитата. Сеть связи украинского оператора ПАО МТС была перепродана и стала основой сети оператора Кателеком, которым в 2015 году проведена некоторая модернизация с заменой оборудования. Сети связи других украинских операторов мобильной связи Киевстар, Лайф и Тримоб были брошены операторами, то есть прекращено предоставление услуг и обслуживания с августа 2014 года. Частично разграблены, объяснила Александра Осипова. Также она отметила, что имеющиеся на тот момент элементы инфраструктуры передали в казну Севастополя, а затем государственной организации Севастополь-Телеком в оперативное управление. После этого оборудование стало основой сети связи оператора Севмобайл. В спортивном комплексе Мусон в пятый раз прошло первенство Гагаринского района Севастополя по дзюдо. В соревнованиях приняли участие две сотни спортсменов из нашего города и соседней республики Крым. Ввиду закрытого авиасообщения сразиться с севастопольцами не смогли приглашенные гости из других регионов нашей страны. Но это не помешало проведению праздника спорта, который приурочили к очередной годовщине русской весны. На татами юные спортсмены выходят с одной целью победить. Но для этого стоит проявить силу, ловкость и сноровку. Здесь царит атмосфера честной и упорной борьбы. В спорткомплексе Мусон проходят захватывающие соревнования ежегодное первенство Гагаринского района под дзюдо. В этом году участвуют все спортивные школы, спортивные клубы города Севастополя. Также были приглашены ребята из города Калининграда, Новосибирска, Ростова. Но, к сожалению, сейчас у нас нелетная зона и гости не смогли приехать. Но участвуют все спортсмены по еду спорта из города Севастополя. Все участники, а на первенство зарегистрировалось две сотни спортсменов, поделены на категории в зависимости от возраста, веса и пола. В каждой группе в результате нескольких схваток определяется один победитель. Выиграть соревнования удалось, не так уж легко. Ну, и дальше я хочу только выигрывать и выигрывать. Дзюдо – олимпийский вид спорта. Этот стиль единоборств привлекает молодых мальчишек эффектными бросками и выпадами. Ну, бороться, физическая сила, ловкость. Хочу, хочу пойти на... У меня есть мечта пойти на олимпийские игры, поехать вообще туда или на Россию. Среди участников первенства есть и представительницы прекрасного, но совсем не слабого пола. И у каждой девочки свой путь, который привел ее в этот спорт. Просто родители сказали, давай попробуем над дедой и, собственно, вот так получилось. Посещаю тренировки три раза в неделю. Мы там делаем всякие броски, отрабатываем, контрприемы и боремся. Первенство Гагаринского района подзюдо проводится ежегодно с 2017-го. Соревнования посвящены годовщине русской весны и возвращению Севастополя и Крыма в родную гавань. Мы хотим показать этим всему миру, всему мировому сообществу, что русская весна прошла без единого выстрела и что с возвращением города-героя в Севастополь в родную гавань мы видим, что сегодня у нас мир, у нас дети радуются, у нас дети веселятся, у нас дети тренируются. И это на сегодняшний день самое важное. Первенство Гагаринского района подзюдо – отличная возможность проверить свои силы перед будущими, более крупными соревнованиями. Победители и призеры получат памятные кубки и медали. Николай Кузнецов, Юрий Реутин, Севинформбюро. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в городе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от минус 1 до плюс 1. На дорогах местами гололедится. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 13 детей, 7 мальчиков и 6 девочек. А на сегодня это все. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей, до встречи, спокойных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова